По статистике, ежегодно около 10 миллионов человек переносят гайморит. В большинстве случаев люди склонны винить в этом самые разные факторы. Кто-то винит в этом занятие в бассейне, кто-то резкое изменение погоды, кто-то перенесённые инфекционные заболевания, но существуют ещё причины, о которых, на первый взгляд, очень сложно догадаться. Именно об этих скрытых причинах гайморита мы сегодня и хотим поговорить. К нам в студию пришла Наталья Леонтьева. Она с ужасом ожидает наступления холодов, потому что именно с ними придёт её заклятый враг – гайморит. Доброе утро! Выходите-ка! Доброе утро! Так, Наталья, ну так что, вы подвержены такому заболеванию, как гайморит? Уже два года при наступлении холодов я каждый раз болею гайморитом. А вот как-то предшествуют этому какие-то простудные заболевания? Ну, бывают и простудные. То есть вы вот не нашли какой-то закономерности, почему гайморит возникает? Нет, закономерности я не нашла. Ну что ж, давайте попробуем разобраться. Ну, для начала давайте вообще разберёмся, что же такое гайморит. Давайте. Да? Представим себе, что это, ну, какой-то такой макет человеческого черепа. Мы с вами видим нос, и в костях нашего черепа расположены полости, так называемые синусы, которые часто в обиходе называют гайморовыми пазухами. Они соединяются с носовыми ходами с помощью таких узких отверстий, которые называют соустями гайморовых пазух. Что происходит в случае, когда у человека начинается гайморит? Во-первых, происходит отёк соустев. Вот такой. Это приводит к тому, что та слизь, которая раньше из гайморовых пазух по этим соустям вытекала в носовые ходы и, соответственно, удалялась, перестаёт удаляться. И если инфекционный возбудитель в этот момент какой-то оказывается в гайморовой пазухе, он там, естественно, начинает очень активно размножаться, потому что там благоприятные условия. И это приводит к активному воспалительному процессу и образованию гноя, который фактически распирает изнутри эту гайморовую пазуху, давит на чувствительное нервное окончание, вызывая вот это вот ощущение непрерывной, ноющей боли, которая усиливается, когда человек, например, наклоняется вперёд. Есть такое, да? Бывает. Причины могут быть самые разные. В некоторых случаях это анатомические особенности этого самого соусти, в некоторых случаях это пониженный иммунитет, различные виды вторичных иммунодефицитов, которые приводят к большей восприимчивости к инфекционным заболеваниям. Но некоторые причины, как я и говорил, могут быть очень неожиданны. О неожиданных причинах возникновения гайморита поговорим вместе с нашим специалистом. Владимир Зайцев. Врач-отариноларинголог высшей категории. Кандидат медицинских наук. Вот я хотел бы спросить Наталью, как давно вы пользуетесь очками? Два года назад купила эти очки. А очками вообще сколько лет пользуетесь? Чуть подольше, но там у меня другие очки были. А можно взглянуть на ваши очки? Ну, конечно. Очки вам подходят? Они комфортные для вас? Да, комфортные. Ну, вот я должен сказать, что у этих очков отсутствует носоупор. Да, действительно. Это силиконовая прокладка, которая соединяет металл с кожаной поверхностью носа. А у вас не царапает? Ну, как купила, сразу почти подушечка отлетела. И как-то я не обращала внимания. И два года вы без нее ходите? Ну, вот в этом-то и проблема кроется. То, что, увы, ваши очки вызывают воспаление гайморовых пазух и вызывают такое заболевание, как гайморит. Угу. Металл переохлаждается, и он переохлаждает кожу носа. Получается, металл контактирует с кожей? Да, непосредственно. И он является просто охладителем? Да, совершенно верно. Вот это да. Надо сказать, что есть такие анатомические образования, как клетки решочистого лабиринта. По-другому они называются этмоидальные пазухи. Именно они контактируют в этих местах. В первую очередь развивается такое заболевание, как этмоидит. Этмоидит может перейти в гайморит, а может развиться сам гайморит. Это зависит и от формы носа, и то место, на котором находятся, собственно говоря, эти носоупоры. И это зависит, в принципе, от склонности организма, что в первую очередь разовьётся, этмоидит или гайморит. Вот, Наталья, скажите, когда вы зимой носите, у вас нос замерзает? Конечно. Замерзает, да? Я прям чувствую это. Да? И вот вы с очками никак не связывали вот это проявление? Нет, совсем не связывала. Надо меховые очки какие-то делать. Пациенту кажется, что выделение из носа естественное в зимнее время. Но такие люди – это уже пациенты, которые предрасположены к развитию воспалительных заболеваний около носовых пазух. И поэтому, конечно, мириться с этим не нужно. Так, ну как же нам уже уберечься от этого? Не носить очков? Ну, во-первых, не нужно покупать очки где-то в таком месте, когда очки уже продаются как бы готовыми, вы их быстро померили, там уже есть те диоптрии, о которых вы знаете, которые вам подойдут. Быстро померив, вы их приобретаете, тем самым вы имеете большой риск заработать гайморит. Второе. Не рекомендуется приобретать очки, которые полностью пластиковые, и у которых есть как бы встроенный носоупор. Вот такие, например, да? Да. Пластик должен быть качественным, и желательно, чтобы эти части носоупора были силиконовыми. Вот такие вот мягкие. Совершенно верно. И третье. При первых признаках синусита, будь то гайморит, будь то этмоидит, принять необходимые меры. Ну, это, например, сосудосуживающие капли в нос. Потому что на макете было совершенно верно показано, как развивается отёк соустий. Мы можем убрать этот отёк соустий путём закапывания сосудосуживающих капель. Также можно использовать противовоспалительные капли. Эти капли будут снимать воспаление слизистой оболочки. И этого будет достаточно для того, чтобы уже не заболеть. Затягивать не стоит. Совершенно верно. Если вы только первые признаки почувствовали, как цепотекло из носа, принимайте меры. Принимайте меры. И если они не помогают, уже обращайтесь к лору врачу. Спасибо большое, Евгений Михайлович. Ну что ж, на самом деле причины гайморита, как мы с вами выяснили, могут быть самые неожиданные. Помимо всем известных вариантов типа переохлаждения, мокрых ног, такие как неправильно подобранные очки. А у тебя правильные очки? У меня правильные очки. На них силиконовые носоупоры. Молодец. И оба на месте.